Массивные металлические конструкции, груды битого кирпича, темнеющие оконные проемы без стекол. Атмосферный промышленный пейзаж как нельзя лучше подошел к техногенному разделу соревнований. Это три очень разных этапа, объединяет которые лишь одно. В каждом нужно спасти условных пострадавших. Роль попавших в беду по традиции исполняют манекены, яшки. На этапе ДТП, по легенде, на передних сиденьях легковушки зажало двух людей. Задача вытащить авто из закрытого квадрата, вскрыть, разрезать крышу, спасти пострадавших. На учениях успех – это баллы, но и здесь, и в реальности, главный критерий серьезнее. Важнее всего обращение с пострадавшими, чтобы при разрезании крыши, удалении крыши, чтобы пострадавшие находились в безопасности при снятии крыши, при транспортировке, не причинить вреда и болевого шока, оказать правильную помощь, правильно транспортировать. Важнее всего алгоритм действия, их правильный порядок и чувство локтя. Каждый из четырех бойцов команды должен четко понимать свою роль и уметь взять на себя работу соседа. Именно поэтому представители Сыктывкара скрупулезно готовятся к выполнению этапа. Для них он первый в этот день. После спасения условных людей нужно еще быть готовыми правильно ответить на вопросы теста по медицине. Только в этом случае штрафов не избежать. В итоге команда справляется на отлично, совсем всего за 9 минут 21 секунду. Впрочем, этап ДТП отнюдь не самый сложный в этом техногенном разделе. Везде нужно организовать страховку. Если, скажем, на земле где-то ты можешь ей пренебречь, ну, не в целях того, что там ускорить, а просто элементарно забыть, то наверху тебе не позволяет это сделать высота. Сами, ну, если посмотреть, выйти на 9 этаж и выглянуть с балкона, захватывая дух. А это нужно, считайте, висеть на веревках. И что-то сделать неправильно совершенно уже не хочется. Этап промышленного альпинизма происходит на металлических несущих конструкциях бывшего кирпичного завода. Опять же нужно спасти Яшу, но теперь и он сам, и его спасатели используют альпинистское снаряжение. Здесь цена ошибки возрастает. На каждом этапе рядом с командой постоянно находятся судьи. Они фиксируют ошибки, замеряют время, а пострадавший, хоть и деревянно матерчатый, но получает травмы, которые тут же штрафуют баллами. Так, на этапе подвал нужно разрезать болгаркой металлическую трубу, при этом не повредив условную руку манекена. Или же протащить куклу вместе с собой через узкую, темную трубу. Видим трудность, преодолеваем ее. Видим пострадавшего, все внимание на пострадавшего, поэтому даже, в принципе, не задумывайся об этом. Ну, конечно, контролируем опасные ситуации, но в команды не присутствует никакого страха ни в лазах, ни в каких-то трубах. Завтра команды сразятся в поисково-спасательном деле. На природе участникам предстоит 14-20-километровый марш-бросок по лесу. Задача найти заблудившихся и эвакуировать их. После в программе скоростной маневрирования на уазике или квадроциклах кто наберет больше всех баллов в итоге, станет понятно в пятницу, 22 сентября. В этот день объявят победителя шестых республиканских состязаний по спасательному многоборью.